Решение закрыть стационарное учреждение соцобслуживания на карантин принял главный санитарный врач Тамбовской области. Первым стал Сосновский дом-интернат, где выявили зараженного сотрудника. Благодаря оперативно принятым мерам больше ни одного положительного теста там не было. Всего в социальных заведениях региона трудится полторы тысячи человек, которые по очереди заходят на 14-дневные смены. Решением президента дополнительные выплаты они получают из федерального бюджета. Средства для нас достаточно привлекательные. Врачи получают 40 тысяч, либо 60, если это ковидные стационарные учреждения. Средний медперсонал 25-35, педагогический 25-35, младший медицинский персонал 15-20, ну и соответственно сиделки 15-20. Это за 14 дней работы. Что касается выплат детям от 3 до 7 лет, претендовать на них могут те семьи, чей доход не превышает прожиточный минимум. Сумма пособия в нашей области 4745 рублей. И в полном объеме их получили уже порядка 3 тысяч семей. Всего же в области их около 25 тысяч. Заявление можно подать через сайт госуслуг или сайт управления соцзащитой региона. Субтитры создавал DimaTorzok